Отправная точка велоколонны при вокзальной площади. Именно здесь ровно в полночь будет дан старт ночному велопробегу. Он пройдет по всему городу. В стороне останутся лишь Заречья, Лесозавод и Нагорная часть города. Без малого протяженность маршрута составляет 30 километров. Именно такую дистанцию предстоит преодолеть бейчанам на своих двоих, в смысле двухколесных. Крутить педали бейчанам по ночному городу придется не один час. Велоночь проект международный. С каждым годом он становится только популярнее. В Бииск подобная ночная забава приехала два года назад. Просто мы решили собраться и все. И потянули за собой народ. Это не впервые. Это происходит в крупных городах и того чаще. Просто в этот раз как-то все вот это массово подхватили. Как-то до этого все по-тихому все на форуме, на форуме, а тут вот в контакте. И раз все подхватили. На этот раз ночные покатушки собрали рекордное количество участников. Порядка 50. Среди них как начинающие, так и более опытные велосипедисты. Спустил себя с гор за солью сегодня. Не поверите. Мне сказали ночью покатушки будут. Я говорю, ой, пропустить нельзя никак. Бийские организаторы ночного заезда в социальных сетях кинули клич. Желающие составить компанию энтузиастам нашлись сразу же. Ну, я увидела в контакте сообщение о встрече, что будут покатушки ночные. Никогда об этом не слышала. Решила принять участие, потому что уже целое лето катаюсь. И оказывается, и не я одна катаюсь. Тем более по ночам. Прокатиться просто. Не было покатушек. Днем я работаю, собственно, ночью можно катануть. В Бийске велоночи участвовал даже иностранец. Путешественник родом из Швейцарии. В наши края прибыл на мотоцикле. За его плечами тысячи километров и 40 дней в пути. Уже вторые сутки он живет в Бийске. И пропустить такое событие не мог. И вот старт дан. Надо сказать, что это не гонка. Никто не спешит и не уходит в отрыв. А скорее неспешная 30-километровая прогулка. Велоколонна растянулась на десятки метров. Если с горы участники катились и отдыхали, то в гору пришлось серьезно поработать ногами. А некоторые и вовсе на себе тащили свой велосипед. Наслаждаемся вечером. Вот и отстаем. Опыта мало еще у девушки. Решили немного отдохнуть. Потому что в гору тяжело. Но сдаваться не намеренно? Нет. До финала? До финала, до рассвета? Обязательно по всему маршруту проедем. Велопрогулка по ночному городу заняла почти три часа. И несмотря на серьезное отставание в начале пути, к финишу пришли абсолютно все. После одни отправились домой спать, а самые стойкие, оседлав своих железных коней, поколесили встречать рассвет. Евгений Плохотин, Сергей Даровских, Новости ОТН.